Бабуля, знаешь, почему я пришёл к тебе? Почему же, внучок? Сладенького вдруг очень захотелось. Ты же знаешь, злая бабушка мне не разрешает есть сладкое. А у тебя всегда этого добра хватает. Понимаешь, тут какое дело, внучок. Меня саму что-то в последнее время потянуло на сладенькое. Стала часто кушать всякое пирожное, мороженое. И вынуждена тебя огорчить, милок. Ничего не осталось. Сегодня доела последнюю шоколадную конфету. И что теперь делать? Ведь мне нельзя одному ходить в магазин. Да уж, незадача. Я бы сбегала, купила. Да понимаешь ли, от сладкого люди толстеют. И вот я так сильно поправилась, что далеко мне теперь не уйти. А так бы я сходила, да, чтобы побаловать себя. Слышишь, за окном кто-то приехал. Мороженое, продаем мороженое. Бабуля, это сама судьба. К нам мороженчик приехал. Нам от тебя денежку, балдюша. И купи десять порций мороженого. Устроим себе сегодня праздник. А разве можно его так много есть? Ведь горло может заболеть. И животик расстроится. Ишь, какой ты умный стал. Все, а то ты знаешь. Ладно, купи две порции. Только мне, смотри, клубничное возьми. Уже бегу. Здравствуйте. А у вас есть клубничное мороженое? Есть мороженое с любым вкусом. Даже со вкусом жареной картошки и селедки под шубой. И все без ГМО. Но тебе, лысый, я ничего не продам. Это почему же? Да потому что ты худой. Одни кости до кожи. Я продаю только пухленьким. Странный какой-то. Бабуля, он мне не захотел продавать. Говорит, я худой. А вот тебе продаст. Потому что ты в теле. Хорошо. Сейчас спущусь и куплю. А тебе не кажется это странным? Как-то это подозрительно. Просто человек привык иметь дело с солидными людьми. Как я. Молодой человек. Дайте мне, пожалуйста, 10 порций клубничного мороженого. Покушать любишь, бабуля. А кто же не любит, милок? А до сладенького я очень охоча. Вон, видите, какие солидные бока наела. Я, конечно, люблю больше толстеньких малышей. Но и толстенькая старушка на худой конец подойдет. Постой. А что это значит? А-а-а! Бабушка! О, нет! Мороженчик заморозил бабулю. Нужно спасти ее. Похоже, он ее спрятал в машину. Идет. Нужно куда-нибудь укрыться. Жаль, что тот малой был таким худым. Он мне больше подошел бы, чем эта огромная старуха. Еле ее в клетку засунул. Но, как говорится, она безрыбий рак, щука. Значит, бабушка в машине в клетке сидит. О, десять копеек нашел. Он что-то выронил из кармана. Нужно подобрать. Труп пригодится. Бабуля? Бабуля? Кажется, она без чувств. Как же ее освободить? Где достать ключ? Мороженчик идет. Где же я потерял свою карту? Недавно еще она была у меня в кармане. И я отмечал там свой маршрут. Ну все, сейчас он меня схватит. И поминай, как звали. Эх, ладно. Зато десять копеек нашел. Никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Поехал я дальше. Придется и мне ехать с ним. Может быть получится раздобыть ключ, чтобы освободить бабулю. Ребята, если хотите, чтобы Балди освободил добрую бабушку, то ставьте лайки. Давайте наберем 10 тысяч лайков. А также подписывайтесь, если не подписаны, и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. Всем пока!